Поликлиника районная, смотрите что в Речице происходит, поликлиника районная, людей не впускают, людей не выпускают, вот медработники этим занимаются, никто ничего не объясняет, люди, а вас тоже не выпускают? Вот смотрите, людей не выпускают, вот стоят медработники, не впускают, никто ничего не объясняет, это Речице, вот видите, сюда говорят нельзя подниматься, никаких объявлений, никто ничего не делает, никто ничего не говорит, вот так вот, да, я понимаю, я хочу узнать что происходит, вот видите что происходит, отлично. Добрый день, меня зовут Павел Владимирович Марьевский, 20 марта 2020 года я приехал в Речскую городскую поликлинику, я сопровождал мать на прием к врачу, у нее больные, ноги и тяжело ходить. Примерно в 13.00 мы зашли в здание поликлиники и так как не работал лифт, мы пошли по лестнице, поднявшись до третьего этажа, я заметил, что медработники перекрыли вход на этаж, я спросил в чем дело, они ответили все вопросы к заведующим, ну ладно, подумал я. И начал подниматься на четвертый этаж, так как там находится кабинет заведующего, чтобы узнать вообще что происходит, почему не впускают, не выпускают на этажи. Ну и на четвертом этаже входы медработники также заблокировали, никого не впускали, никого не выпускали. И тут я понял, что происходит что-то вообще неладное и в отношении меня производится правонарушение, потому что меня ограничивают в правах, ограничивают в передвижении, никакого доступа к информации нет, что вообще происходит. И с этой целью достал телефон, начал фиксировать все происходящее на видеокамеру, чтобы иметь вообще потом свидетельство того, что вообще происходит. После этого я стал с мамой спускаться на первый этаж, чтобы покинуть здание поликлиники. Спустившись вниз в фойе, я заметил, что все входы и выходы из поликлиники закрыты на ключ, люди дергают за двери, кричали там, чтобы откроете, к какому праву вообще нас тут удерживаете. Никто ничего не объяснял, медперсонал, который закрыл дверь, говорит, обращайтесь к заведующей, никакой информации вообще не было. Много людей осталось заблокировано на этажах, то есть на третьем, на четвертом. Их не впускали, не выпускали, люди возмущались, не понимали вообще, что происходит. Как я понял из разговоров внизу среди людей, что люди все-таки звонили и дозвонили заведующей, но она вроде как отвечала без комментариев, ничего не комментировала. Тут я понял, что как бы правды искать никакой не получится в местной администрации. Я вызвал 102, сообщил дежурному, что происходит, что скопились люди, в поликлинике они никого не впускают, не выпускают, администрация никаких комментариев не дает и, в общем-то, нас ограничивают в наших правах, собственно. Люди были напуганы, нервничали, требовали открыть двери, объяснить, что вообще происходит, дергали за ручки дверей, там даже был черный ход, туда и пытались выйти, но там все было закрыто. Так продолжалось, ну, примерно около часа. Также я обратил внимание, что через черный ход в поликлинику зашел человек в зеленом таком, как бы, костюме защитном, поднялся на верхнем, не знаю, на третий или на четвертый этаж, непонятно было. После этого девчонки из регистратуры вышли с листиками, с ручками, переписали данные людей и в 14.00 где-то открыли двери и выпустили всех на улицу. Никаких объяснений, никаких официальных заявлений, никто так и не сделал, заведующая даже не вышла к людям, чтобы объяснить вообще, что происходит, прояснить ситуацию, как-то их успокоить. Я дождался участкового, писать заявление не стал, так как не имел каких-либо серьезных претензий к медперсоналу. Я понимаю, что они ни в чем как бы не виноваты, выполняли просто приказ вышестоящего начальства и все равно даже было незаконным. Но особо каких-то неприязней к ним я не испытывал, поэтому заявление писать не стал. Дал просто письменное объяснение участковому и все. На сегодняшний день ситуация такая. 31 марта меня вызвал участковый для дачи объяснений, так как заведующая поликлиники Куденчук Татьяна Григорьевна написала на меня заявление в милицию по факту ведения съемки. То есть меня и кучу людей закрыли в здании, не давали свободно передвигаться, ничего при этом не объясняли, никакой информации по поводу проведения педагогических мероприятий не донесли до нас, ничего не объяснив вообще, что происходит. Просто закрыли, как, не знаю, мышей подопытных. При этом нарушив 25-ю, 30-ю, 34-ю статью Конституции РБ. И при всем при этом обвиняют меня в нарушении деятельности организации и нормального ритма ее работы. Ну, вот, в общем-то, страна для жизни. Жду повестки в суд. Друзья, не бойтесь отстаивать свои права, не болейте. Всего доброго. Доживем до Пасхи, будем жить.